ПАО «Кузнецов» может стать площадкой для модернизации знаковых самолетов Ан-124 «Руслан». Самарский завод двигателей имеет достаточные мощности, чтобы проводить работу по развитию российской военно-транспортной авиации. Потенциал этой идеи обсуждали в областном парламенте на выездном совещании Комитета Государственной Думы по обороне. Председатель Владимир Шаманов отметил, что вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они напишут письмо премьер-министру России для государственного решения этого вопроса. Целый ряд этих вопросов надо решать в ближайшие, так сказать, годы, потому что не может Россия, страна с такими пространственными размахами, не иметь достойного облика как военной, так и гражданской авиации. Еще одной возможностью для развития авиационно-промышленного комплекса является качественная подготовка молодых научных кадров. Председатель Самарской губернатской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что колоссальное значение имеет взаимодействие вузов и производственных организаций. Важно, чтобы студенты имели возможность еще при обучении знакомиться с деятельностью заводов. Это позволит быстрее вливаться в работу, а значит, повышать ее эффективность. Кадры должны быть подготовлены. Они пришли на производство, и он заработал. Но для того, чтобы прийти и заработать, он должен практику проходить, он должен пониматься, он должен знать. Конечно, его не надо допускать до секретных объектов, но понимать, что это, как это и так дальше. Как решаются эти вопросы, и могут ли авиационные заводы выполнять новые государственные заказы для модернизации не только военной, но и транспортной авиации, эксперты обсудят уже в ноябре на базе основного производства летательных аппаратов для воздушно-космических сил в Ульяновске. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.